Микс Ньюз. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире специальный выпуск нашего такого эфира, простите за тавтологию, посвященный выборам в Рижскую Думу, потому что в 10 часов сегодня закрываются участки. Мы с вами проведем ближайшие 3 часа. Мы, это Анна Смирнова. Да, Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн нам помогает. Действительно, сегодня мы будем с вами на протяжении 3 часов. До этого у нас также были эфиры, такой марафон выборный. В 22 часа закрываются участки, как Вадим уже сказал, и появится экзит-пол. И мы дождемся этого также вместе с вами, уважаемые радиослушатели. И не только с вами, и с нашими экспертами. Сейчас в этом часть у нас в гостях политолог Ева Бикова. Здравствуйте. Добрый вечер. И также политический обозреватель Юрий Соколовский. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, и призываем вас, уважаемые радиослушатели, звонить, также подключаться к нашему разговору. Можете вы задавать какие-то свои вопросы, возможно, захотите рассказать, проголосовали вы или нет, какие у вас впечатления от выборов. Можете также звонить, у нас такой интерактивный эфир с нашими гостями, подключайтесь. Напомню, телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ну, эти выборы, они, наверное, прерывая тебя, да. Да, наверное, их можно назвать беспрецедентными в том смысле, что, во-первых, они внеочередные, во-вторых, они проходят в разгар пандемии, потому что сейчас мы ждем вторую волну кризиса. И в-третьих, как мне кажется, здесь есть еще один очень важный момент, потому что монополия на так называемом русском поле, но это весьма условно, она тоже нарушается. Вот, Ева, как вы считаете, что ждать от этих выборов и могут ли результаты нас удивить? Я думаю, что в нынешний момент, когда проголосовало так мало избирателей, результаты нас могут очень удивить и в обоих сторонах. И те, которые русскоязычные, и те, которые латышко-говорящие, потому что то, что показали депаты на телевидении, то, в принципе, в основных условиях все друг с другом согласны, и все готовы лучше работать, и правильнее работать, и быть более открытыми, откровенными и так далее. Но то, что меня как бы пугает, это то, что действительно так мало пойдут проголосуют, что мы не знаем, как мы проснемся завтра утром. Так что, если еще кто-то из массовых слушателей не проголосовал, то я очень советую все-таки найти эти 10 минут и побежать в ближайший участок и проголосовать, потому что это дома будет не на 4 года, как обычно, но это уже на 5 лет. И 5 лет – это очень большой срок, очень большое время, в которое можно очень много поменять. Мы видим как раз, что некоторые избиратели делают как раз выбор в последний момент, но в частности сообщается и о том, что к вечеру поток избирателей начинает, наоборот, еще более уменьшаться. И вот последняя информация, которая поступила, к 20 часам явка избирателей на внеочередных выборов в Лежскую Думу составила 155 811 человек. То есть более 36% избирателей уже проголосовали сейчас. Но это самое низкое из последнего времени, потому что если мы смотрим избирателей в Семь, которые были выборы в Риге, проголосовали 53%. Так что и на прошлых выборах в Рижскую Думу тоже в 2017 году было, если не ошибаюсь, 58%. Так что сейчас мы отдаем власть без никакого контроля, без никакого кредита доверия тем, которые пройдут и проголосуют. А чем опасна низкая явка? Ну, учитывая, что выборы в Рижскую Думу будут признаны действительными при любой явке, там нет этого порога. Но, соответственно, вот если меньше людей проголосуют, то это как-то по-другому может распределить расстановку сил? Это может распределить, и если мы все время говорим о топ-8, которые могут делать коалицию, и будет это старая коалиция или новая коалиция, это уже зависит от того, как проголосуют. Но в то же время, если мало людей идут и голосуют, то процент, чтобы попасть в правительство, вообще, он количество человек, которые должны проголосовать меньше. И поэтому вот есть то, что могут быть разные сюрпризы, и те, как партии, о которых мы вообще, может быть, не думали, как возможные, которые будут делать или коалицию, или оппозицию, могут попасть. И, конечно, это изменит, курс очень может изменить. Юрий, согласитесь? Я вполне согласен с тем, что низкая явка, она может предоставить сюрпризы. Кому она дает преимущество, и кому она, скажем так, грозит всякими проблемами. В первую очередь, у нас есть, я бы разделил, может быть, два типа избирателей. Один тип избирателей, которые придут в любую погоду, это избиратели, которые очень хорошо идеологически ориентированы, которые дисциплинированы, которые ходят на выборы, которые знают, за кого они будут голосовать. Напомню, по-моему, последние опросы перед выборами показывали, что около треть или даже больше избирателей вообще не знали, за кого голосовать. Была такая растеренность. Как раз-таки эти избиратели и не придут. Вот те избиратели, которые уже заранее знали, за кого они придут, и, может быть, они уже голосовали за эти партии еще на предыдущих каких-то выборах, эти партии получат преимущество. Вторая категория пришедших на выборы и тех партий, которые могут выиграть от низкой явки, это так называемые очень, так скажем, прагматично ориентированные партии. Ну, например, партии, которые, когда на самом деле 420 тысяч избирателей, которые у нас есть в Риге, которые имеют право голоса, это достаточно мало. Если принять во внимание, сколько работают в структурах Риги, в агентствах разных, в муниципальных предприятиях, в домоуправлениях, которые фирмы, которые очень связаны с заказами из Рижской самоуправления, то мы видим огромное, достаточно большое количество людей, которые знают, зачем они идут. Например, если человек является каким-то, не знаю, большим или маленьким начальником в Риге с Наму Парвалдникс, например, они прекрасно понимают, что означает пришедствие тех или иных сил к власти. То есть они могут потерять свой пост, они могут, наоборот, залететь, и они прекрасно знают. И они приведут своих родственников, знакомых, и там поднимут, мёртвых поднимут. Поэтому вот эта вторая категория, которая знает для чего, то есть как они, ну, скажем так, грубо говоря, как монетизировать в смысле карьеры или в смысле своего предвижения, или, наоборот, страха выпустить из этой обоймы, они знают, почему они идут на выборы. Поэтому эти две категории людей обязательно придут, и люди, которые голосуют из этих двух категорий, они, в принципе, определят исход этих выборов. А вот, например, из числа проигравших, я бы, ну, например, потенциально, которые могут быть, например, те партии, ну, например, за которые голосует молодёжь. Ну, вот, в частности, например, партия прогрессивия, да, они… Месяцы с тебе пар, да. Да, ну, они сейчас, да, пар, ну, и предыдущие. Они в опросах очень показывали очень высокую популярность среди категории, самую высокую популярность среди категории 18-25 лет. Но мы знаем, что именно эта категория, она как раз-таки… На выборы ходит… На выборы очень ходит, мягко говоря, очень вяло. Поэтому, несмотря на такую популярность, да, то есть, может быть, они могут недополучить, если именно эта категория не придёт вот этим дождливым днём на выборы. Ну, вот вы про молодёжь сказали. Как, на ваш взгляд, есть ли у нас в Латвии вообще в целом акценты на такие консервативные, скажем так, силы? Я поясню, что я имею в виду. У нас была глава ЦИК Кристина Берзиня в эфире. Она сказала о том, что она лично не против, чтобы с 16 лет разрешили голосовать. Но, наверное, по её мнению, каким-то партиям это могло быть невыгодно, потому что 16-летние, ну, возможно, сделают свой выбор в пользу, опять же, таких либерально настроенных партий. Вот как, на ваш взгляд? На мой взгляд, я достаточно трезво оцениваю вероятность пришествия людей с 16 до 18 лет на эти выборы. То есть, этот процент будет достаточно мал и вряд ли определит какую-то… То есть, вы считаете, что не активная у нас молодёжь такая? Да, то есть, в принципе, можно такое решение принимать, но этим правом воспользуется не так много людей. Ну, в Эстонии как раз и есть эта практика. Я думаю, что там сильно не поменялся расстановка сил после такого решения. Ну, если говорить о консерваторах, условных консерваторах, то они выигрывают от низкой явки сегодня? Ева. Мне трудно сказать, кто у нас вообще в Латвии такие истинные консерваторы. Потому что, например, та же самая атеисты и байпар, которые идут вместе прогрессивные, они себя позиционируют больше как либералы, но в то же время прогрессивные сказали, что они социал-демократы. Если мы смотрим на Яуна Вену, на новые согласия, они тоже как бы что-то между. В некоторых вопросах они либералы, в некоторых они больше консервативные. Конечно, одна из партий или один из список, который действительно можно сказать, что это консервативные, это Национальная Апфия Нейба и Радион Апфия Нейба. Но остальные, я так не могу сказать, что они, ну, согласие себя больше позиционируют как социал-демократы. Но те, которые явно консервативные партии, которые даже в названии сказали, что они консерваторы, но, к сожалению, по опросам, и я думаю, по тому, как себя проявили на дебатах их члены, я не думаю, что они займут вообще места в Рижской думе. Потому что они уже по опросам были довольно низко, и в дебатах я не поверила их программе, их личностям. Но насчет молодежи, действительно, я вижу, что прогрессивные, не атеисты и байпар, но именно прогрессивные, они очень говорят о тех вопросах, которые действительно актуальны для молодежи. Это равенство, это зеленая политика, и больше, так что, конечно, молодежь, это избиратели, тот избиратель, на которого надеются прогрессивные партии. Но в то же время, если мы смотрим вторую, второй фланг этого списка, атеисты и байпар, это Латвия с атеистой и байпар, там я не вижу, что они работают на молодежи. Там более все-таки на те вопросы, которые коллега говорил, больше профессиональные интересы, развитие, вся эта климат-нейтральная Латвия, Рига, как первая в Балтии климат-нейтральный город, это большие деньги. И они не скрывают, они откровенно говорят, что они идут с такой заявкой, потому что в Европе есть деньги на такие фонды. И так что это действительно профессиональный интерес. Но эти выборы, все-таки, на ваш взгляд, они тоже, их можно условно разделить на этнические, то есть есть русские партии, условно русские, есть латышские партии. То есть голосование идет по этому принципу, за Ригу, как вы считаете? Я думаю, что нет, потому что те партии, которые действительно себя позиционируют этнически, это я видела только одну из партий, которая выступала в дебатах. Русский союз. Согласие немного говорит о том, что надо позволить в школах и образование на русском языке и так, но они не настолько этнически играют на избирателя. Но, конечно, союз русских и латвик, это действительно идет на этнический вопрос. Вот обновляется у нас текстовая онлайн на сайте MixNewsLV. Вы, кстати, уважаемые радиослушатели, можете следить также за нами на сайте. И вот, в частности, в Твиттере мы также следим за тем, что пишут известные люди в Латвии. В том числе и вот демограф Илмар Смеш написал, что считает, что благодаря низкой явке коалиция, состоящей из согласия и честь служить Риге, уже не будет. Но вообще в рамках нашего марафона многие высказывали мнение по поводу формирования будущей коалиции. Могут ли быть с этим проблемы? Вот как, на ваш взгляд, какие ваши прогнозы? Я думаю, что именно то, что чем больше разных партий попадут в Рижскую дому, тем труднее будет делать коалицию. И это один из рисков именно того, что вот у нас будет очень большой коктейль этих партий, и они не смогут разделить посты между собой, потому что это будет очень большой вопрос, кто будет мэр, кто будет зан-мэрой, кто будет в этих учреждениях, которые капитал, сабиадрибс и так далее. И это может повлиять на то, что не создадут вовремя коалицию. И, конечно, следующий вопрос будет насчет бюджета и приоритетов, потому что если одни говорят зеленая политика, другие говорят социальная политика, третьи говорят зарплаты учителям и соцработникам, то там тоже надо будет пойти на какой-то компромисс и принять этот бюджет до конца года, чтобы нормально город существовал. Да, но мы помним опыт Сейма, что никак не могли сформировать эту коалицию, были проблемы и трудности. Может ли это повториться, на ваш взгляд, сейчас в Рижской думе, так зеркально? Нет, вполне можно, но я думаю, что прагматические интересы победят. И коалиция, то есть вопрос будет, какова будет эта коалиция, а не будет ли эта коалиция. Дело в том, что тут можно, на мой взгляд, три уровня. То есть первый уровень, то есть мы здесь имеем дело не совсем с политическими партиями как таковыми, потому что здесь на кону миллиард, это бюджет Риги, и это очень большой лакомый кусочек. И поэтому мы видим очень большую активность со стороны всяческих разных бизнесменов, всяких разных чиновников, которые очень заинтересованы сохранить место или каким-то образом сделать свою карьеру. Поэтому я думаю, что коалиция, я полностью согласен, что если будет такой коктейль из множества партий, которая получится без явного лидера, то скорее всего мы увидим за эти пять лет нескольких мэров. То есть нет, не будет какой-то стабильной коалиции, она будет все время перефермироваться, и будут новые составляющие. Поэтому я думаю, что стабильности здесь ни в коем случае мы не увидим в ближайшие пять лет. И второй момент, из чего состоят эти партии. То есть, во-первых, у них есть коалиции между собой, то есть некоторые партии объединились по двое, по трое, и это уже разные кусочки. И очень зависит от того, какие именно кандидаты пройдут от той или иной партии, от этого будет много что зависеть. А второй момент, что на самом деле многие из прошедших, мы видели не только в Риге, но и многих предыдущих выборов, что иногда такие размиксованные коалиции, они размельчаются до атомов. То есть когда для того, чтобы сформировать какую-то коалицию, надо не договариваться с какой-то конкретной партией, и не даже с двумя партиями, которые, например, составляют какую-то коалицию, а надо договариваться с отдельными депутатами. То есть их можно отщепить? Дело в том, что там будет очень большое расщепление, очень большое хождение. То есть мы видели это уже в предыдущей дубе, когда, например, правящая коалиция буквально распалась до атомов и составила буквально невероятные коалиции. И мы видели, какие муки испытывали, когда они пытались избрать вице-мэра или делегировать кого-то в Рижский свободный порт. Тогда нужно было договариваться с каждым депутатом по отдельности. И такая ситуация вполне может быть, если не сразу, то через какое-то время осоздастся. Да, ну вот рассматривая, кстати, эту предвыборную кампанию, есть такая точка зрения, что Олег Буров и его партия честь служить Риге, которые вкладывают, судя по всему, большие деньги в рекламную кампанию, понимая, что первыми они не будут, рассчитывают на золотую акцию. Это стратегически продуманный ход? Я думаю, что многие партии, которые идут и которые рассчитывают на преодоление 5% барьера, они рассчитывают именно на эту золотую акцию. Что касается партии господина Бурова, для них это не только, скажем так, возможность продолжить какую-то свою деятельность, но это некоторый вопрос выживания. Потому что дело в том, что там как раз-таки в этой партии очень много всяческих разных чиновников, людей заинтересованных, так скажем, в том, что сохранится во власти в Рижской думе. А если это не получится, то тогда может быть большое разочарование. Поэтому они должны, то есть есть некоторые партии, которые, скажем так, карьерно ориентированные. Если эта партия доставляет этот вагончик, этот поезд доставляет до каких-то властных ресурсов, то тогда этот поезд привлекает достаточно ресурсных людей, самих по себе, которые заинтересованы составить вот такую, войти в эту партию. Как только видно, что поезд никуда не едет, и он на запасной путь отходит к какой-нибудь позиции, эти партии могут быть очень-очень быстренько разбежаться. Потому что прагматичные люди, которые их составляют, они всегда очень хорошо чувствуют конъюнктуру, да, и они не собираются пять лет сидеть в позиции. Я думаю, что возможно такая ситуация, что год скалпу от Рига будет иметь золотую карту. Это в том случае, если действительно по результатам получится, что попадает в Рижскую думу согласие, союз русских Латвии, может даже новое согласие. И тогда, конечно, согласие не получит наверняка столько голосов, как было в прошлый раз. И так же самое год скалпу от Рига, наверное, будут меньше. Но если они смогут по результатам вместе с этими двумя или еще какой-то из маленьких партий образовать коалицию, то их могут взять в ту, как бы русскоязычную, в старую коалицию. Но в то же время, если по результатам они будут нужны этой, как бы, латышкоговорящей коалиции, которая явно венут и Батист, и Байпар, и национал опьян, тогда никто не сказал, что они не будут работать с год скалпу от Рига. Они говорили, что они надеются, что результаты будут такие, что будет коалиция формироваться из тех, которые раньше были в оппозиции. Но если голосование будет такое, что действительно им не будет хватать голосов, никто не сказал, что они категорически не будут работать со списком господина Бурова. Так что, я думаю, есть шанс, что они будут иметь золотую карту. Вообще, на ваш взгляд, красные линии, вот эта тема, она когда-нибудь сойдет на нет, пресловутые красные линии в политике? Я думаю, что некоторое время это будет еще использоваться, так же, как используется этнический вопрос, который идет, так же будет эта красная линия с согласием. Потому что это, если мы смотрим по политической теории, то это вообще не нормальная ситуация, что партия, которая выигрывает, остается за коалицией. Потому что в нормальной ситуации те, которые выиграли, должны делать коалицию. Но то, что мы выйдем и в Сейме, и в Рижской думе, есть возможность, что опять будет ситуация, что согласие. Потому что по последним рейтингам согласие и вот этот объединенный список, они имели очень равные шансы. Так что эта ситуация, она довольно странная. Но я думаю, что через какое-то время, так же, как и этническую карту, уже национал Афиан, ибо и Латвии среди Анафиан, ибо не настолько несут, я думаю, что и эти красные линии со временем сотрудятся. Потому что это больше, по-моему, наличности. Потому что, когда это был Ушаков, когда это был Америкс, это были совсем другие линии, чем сейчас с нынешним кандидатом мэра. Что касается сменяемости мэров, вот вы и сказали, Юрий, по поводу того, что нас, возможно, ожидают несколько мэров за какой-то период. Вот как вам кажется, сменяемость должна быть? Потому что это тоже дискуссия, которая ведется сейчас о том, как часто должны мэры в целом меняться в Риге. Есть опыт, опять же, Ушакова, десятилетний. И есть опыт Лембергса, кстати, который достаточно долго занимался. Да, да, можно еще по инспорту. Ну, это, конечно, опыт Лембергса, это очень экстремальный опыт. То есть, 30 лет, это действительно... Лукашенко меньше. Очень большой, очень большой срок. Вот, ну, вопрос тут сменяемости. Конечно, какая-то регулярная сменяемость должна быть, но она должна быть не так, чтобы через год. Потому что любой политический деятель должен себя показать и должен иметь, как минимум, несколько лет для того, чтобы реализовать некоторые свои планы. После этого, в принципе, избиратель должен оценить его работу. Если оценивает позитивно, то, собственно, для этого у нас есть и выборы. И если оценивать негативно, да, то, собственно, в этом Родео, да, то есть он слетает с этого быка и падает на землю с шумом и пылью. Ну, все-таки, если посмотреть на согласие, потому что, опять же, оценивая предвыборные кампании, кажется, что согласие даже не пыталось что-то на этих выборах сделать. Очень невнятно рекламная кампания, очень не согласованные, как мне кажется, опять же, ответы на ключевые вопросы, потому что члены партии даже не могли, как мне кажется, согласовать позицию по событиям в Республике Беларусь, как мы видели. Потому что многие, то есть это внутренние проблемы партии, что партия выстраивалась в иерархическом ключе, когда есть один лидер, да, а, собственно, остальные подстраиваются под эту генеральную линию, да, то есть есть этот машинист, и все вот пытаются в этот поезд, в эти вагончики залезть. А как только машиниста нет, поезд начинает буксовать и не ехать, и во всякие-всякие проблемы возникают. То есть это, в том числе, результат достаточно долгого лидерства Ушакова, да, то есть, в принципе, он должен был подготовить, ну, скажем так, если ни себе, ни смену, то, во всяком случае, офицеров, которые могли бы вырасти до генерала. Но в большинстве своем, во всяком случае, наверное, на уровне Риги, то есть был генералиссимус, фельдмаршал, да, и были некоторые солдаты, которые не обладали какой-то собственной инициативой. Да, и когда фельдмаршал уехал, выяснилось, что нет офицеров, никто не может их сорганизовать и построить новую концепцию. То есть если раньше достаточно было пойти для кандидатов от Согласия сфотографироваться с Ушаковым и сделать буклетик с этой фотографией, да, и, в принципе, очень все нормально было, и результат был хороший, вот, то сейчас этого не хватает. То есть не хватает локомотива, а, скажем так, Согласию не удалось раскрутить своего лидера нынешнего списка. И этот, кстати, эти выборы очень интересны, что если предыдущие выборы, и Ушакова удавалось навязать борьбу, что это выборы не партии и не депутатов, это выборы мэра. А сейчас фактически идут не выборы мэров, а выборы партии. Это, кстати, в какой-то степени тоже может некоторый вклад в вот эту низкую активность, потому что люди очень любят персонифицировать, да, свой делать. То есть я не сказал бы, что у других партий, другие партии выставили очень яркие фигуры, которые бы запоминались и по которым могли бы ориентироваться. Поэтому сейчас у нас классическая выбор партий, да, что достаточно давно не было в выборах Рижской Думы, во всяком случае. Да, Ева, что происходит с Согласием на вас? Я думаю, что эта проблема с подготовкой новых лидеров, это не только у Согласия, это очень ярко выразилось и в новой консервативной партии, потому что ее многие годы вела Юта Стрите, и все знали, что она действительно борет за коррупцию, и она была личностью, за которой стояла вся эта партия. И теперь, когда мы видим, что ее больше нет, к сожалению, Юрош тоже больше занят в Сейме, и новый лидер, которого они выставили, как бы, и даже которые агитировали и делали кампанию на нее, но, к сожалению, она не смогла нести эту ночь, и я думаю, она по ее коммуникации и том, как вела. Но одна партия, которая действительно ставила своего мэра уже сначала, это было единство, тирсис по мэру, это уже было довольно давно, и то, что этот кандидат, он даже не пробовал идти в Сейм, он был в Рижской Думе в оппозиции, и теперь уже шел с тем, что он будет в Рижской Думе и будет кандидатом на мэра. Так что это одна партия, где больше шло на личность, но остальные партии, действительно, я согласна, что это больше на партии, на какие-то обещания, на какую-то программу, но лидеров действительно очень-очень мало. Да, Вилнис Кирсис, хоть и практически не единственный, но один из немногих из кандидатов, кто голосовал в маске сегодня на участке. Я, кстати, тоже в маске сегодня голосовал, но я не баллотируюсь. Интересно, да. То есть какая-то более известная личность должна его рекомендовать. И это очень-очень видно. Но тут еще один интересный момент, на который я обратил внимание. Ведь на самом деле изменилось не только, почему частично, не только отсутствие каких-то ярких личностей, но и изменились масс-медиа. Да, мы все прекрасно знаем, что за эти последние 20 лет очень сильно изменилось. Если мы помним, что та же самая Ушаков, он раскручивался через Первый Балтийский канал, через классические масс-медиа, газеты, телевидение и так далее. То сейчас все больше и больше реклама идет через всякие социальные сети. Но борьба за вот эту секунду внимания рядового человека-избирателя, который смотрит что-то в Ютубе, серфит буквально. То есть поймать ему местным политикам и раскрутить какого-то политика стало гораздо-гораздо труднее, чем это было даже 10, а тем более 20 лет назад. Поэтому, на мой взгляд, собственно, не создана та система, при которой новая система медиа раскручивает новых лидеров. Кстати, Юрий, вопрос к вам, как к юристу, наверное, я задам, потому что вчера же был День тишины, он, в принципе, и сегодня. Поэтому мы, кстати, наших радиослушателей также призываем, если они будут нам звонить или писать, не агитировать, голосовать за кого-то, хотя времени уже до конца завершения избирательных участков остается немного. Но вот вчера был День тишины, в частности, и в социальных сетях, в популярных группах, которые в Латвии, были опубликованы какие-то кандидаты, комментарии к этим кандидатам. И призывы голосовать, да, вот это нормально вообще, как вы считаете? Ну, там есть юридические нюансы, если, например, эта реклама была оплачена, каким-то оплачена, то есть может быть оттрактовано как финансирование политической партии, тогда это нельзя. Но, в принципе, когда человек говорит, а я буду голосовать за Пупкина Василия в своем аккаунте или в своей группе, то это формально не считается таким вот нарушением. То есть он высказывает некоторую свою точку зрения, что вот он так проголосовал. То есть есть определенные нюансы, которыми пользуются. Кстати, можно было обратить внимание, что на протяжении многих месяцев перед этими выборами раскручивались разные группы. Например, Рижане за Юглу или Рижане за Брасу и так далее. Все, это было, то есть якобы не связано ни с какой политической партией, просто давайте что-нибудь сделаем, давайте объединимся в группу, для того, чтобы потом, когда эта группа сформирована, в последний день сказать, что давайте проголосуем за Пупкина Василия, потому что он за наши ценности. Здесь интересно, я, кстати, еще как раз хотел затронуть тему соцсетей, потому что предварительное голосование, как мне кажется, выявило еще одну интересную вещь. Кандидат идет, кандидат голосует в предварительном, потом выкладывает бюллетень и показывает крестики, за кого он проголосовал. И это ведь тоже косвенно, да, в общем, даже не косвенно, это прямо, в общем-то, некий призыв в политической рекламе. Как с этим быть? Ну, это, я думаю, что это еще вопрос, который будет подниматься и решаться, потому что, конечно, вся эта реклама в новом формате, в медиа, например, я не помню, то ли на прошлые выборы из Сейма, то ли еще на 4 года назад, когда только появились эти оплачиваемые посты в Фейсбуке и так далее, тогда вообще КНАБ даже не был готов к тому, что вот как это учитывать, и считается, не считается, до которого дня считается агитацией, которая нет. И сейчас регламент говорит, что действительно, если я как физическое лицо ставлю свою агитацию для себя, для кого-то, и не оплачивается этот пост, то это нормально. Конечно, этически мы можем спрашивать, а почему тогда нельзя на улице раздавать листовки, если это бриупраты, которые не получают за никакую зарплату. Но это, конечно, вопросы, которые, я думаю, нормативная база еще не готова к той обстановке, которая сейчас идет. Потому что я знаю, что очень много даже сегодня было в Фейсбуке такого материала, который, я бы говорила, что это агитация. Но поскольку там не было вот этого ремарка спонсор, это считается нормально. То есть частное мнение? Да. Да. Ну, учитывая, что сейчас в Фейсбуке, например, у людей популярных тысячи подписчиков, и охвата они дают больше, чем, допустим, дает эфир ЛТВ. Ну, к примеру, сейчас там могут быть десятки, а то и сотни тысяч просмотров. Ну, так, кстати, интересно было, что и оплачиваемая, и неоплачиваемая реклама, что партии и отдельные кандидаты брали в поддержку всяких разных людей, достаточно известных в обществе, которые вот говорили, что вот я рекомендую, или там вот этот человек, или эта партия. То есть это, кстати, не так было популярно раньше, хотя тоже использовалось, да, то сейчас вот именно… Но Польшакова мы вспоминали, он показывает на кандидата, и это срабатывает. Да, ну не только, то есть это огромный такой, и депутаты Сейма, я слышал, да, которые даже сами оплачивали, да, что рекламу определенную, да, и бывшие министры, да, то есть они, то есть это новый способ, каким образом? То есть некоторые известные лидеры, да, люди, да, они говорят, что если они обладают определенной аудиторией, да, например, в тысячу человек, то есть это уже для города, где 420 тысяч избирателей, да, то есть это уже ресурс большой. Ну я бы не согласна, что это что-то новое, потому что уже, по-моему, даже от Аутоспартия были первые вот эти, которые дошли даже до суда, могут ли третье лицо агитировать и оплачивать агитацию? Потому что сейчас уже это нормативно регулируется, что если, например, я плачу знаменитому актеру, знаменитому режиссеру или кому-то еще, который будет на телевидении говорить, что вот я знаю этого кандидата, он молодец, он такой хороший, способный, и он все сделает. Это агитация, которая оплачивается, она должна быть учтена как агитация, но раньше это было не регламентовано, и были вот эти позитивы компания, но теперь уже это как бы по нормативам описывается, что это уже идут в эти расходы. Ну, конечно, до сих пор это происходит, и еще одна интересная вещь, которую я заметила в соцсетях, то у этих и политиков, и кандидатов как минимум два профиля. Один профиль его собственный, потом еще профиль его с черточкой какой-то там, например, Рига, и с черточкой еще какой-то партии, и сразу это уже не один профиль, который выдает свою агитацию, и потом они еще сами себя как бы репостят. Они с собой дискутируют, я такое тоже видел. Да, так что, конечно, у нас как сеть развивается, дигитальные все эти возможности, и, конечно, это используется очень активно. А если говорить о креативе, потому что, опять же, наблюдая за этой рекламой, я даже вступил в дискуссию с одним из кандидатов мэра, потому что он считал, вам, всем журналистам, нужно, чтобы было какое-то движение, а мы приходим для того, чтобы работать. Ну, окей, это мы оставим на его совести, но, тем не менее, вот мне кажется, это была очень скучная рекламная кампания, потому что, опять же, вспоминая Кирсиса, Кирсиса, которая висит на тумбах, там есть наш премьер-министр Кирсиса и Кирсиса, и премьер, там фраза, я не знаю, кто придумал этот слоган, у Кирсиса есть план. По развитию Риги, да, как будто нет плана у других. То есть, в плане креатива я вообще не могу вспомнить ни одну партию, которая бы преподнесла какую-то хорошую, интересную, захватывающую рекламную кампанию. Все очень примитивно. Я согласна, и то, что вы говорили, что вот у Кирсиса есть план, также у Стати было фэлдмаршала планс, и так что, ну, они там друг к другу, и то же самое, то, что появлялось на дебатах, где какую-то версию, которая была в одной программе, и эти ведущие хотели, чтобы другие оспаривали, как-то комментировали или какие-то делали замечания, то там все друг друга дополнял. Мы будем повышать зарплату работникам, например, детских садов и школ, и что идет дальше, никто не говорит, на какие деньги, или что вы не будете делать, и как это все. Нет, там идут дальше. Да, мы согласны, и мы дополнительно бы развивали другую программу, и еще дополнительно, дополнительно. И мне даже было немного скучно смотреть все эти дебаты, потому что не было вот этой остроты, какого-то нападения, каких-то конфронтаций и так далее. Все, друг друга дополняли все эти восемь партий, и это было как-то действительно скучно. Но популизма через край, на ваш взгляд, в этот раз, или все-таки нет? Я думаю, что популизм был, и было очень много, но вряд ли избиратель все еще как бы цепляется на этот крючок. Вы думаете, что критическое мышление развито? Я думаю, что уже, да, особенно после выборов в Сейме, в то, что происходило с формированием коалиции, и все эти, и как принимались законы, и то, что те же самые события в Белоруссии, в Минске, протесты. Но мне казалось, что и тоже было в некоторых социальных сетях призыв, что у нас в Латвии демократия, используйте эти, идите на выборы, делайте демократичные выборы. Но, по-моему, даже эта карта не сыграла. Ну вот, кстати, ведь, если говорить о Белоруссии, там была некоторая растерянность в стане, и, как мне кажется, и латышских, условно мы сейчас делим очень примитивно латышских, и так называемых русских партий, потому что, с одной стороны, мы видим отношения на внешнеполитическом уровне между Латвией и Белоруссией, и наши взаимоотношения с Лукашенко, которого ждали в Риге, и вообще мы должны были проводить чемпионат мира по хоккею, и на русском поле. То есть, достаточно долго вообще никто не мог определиться с позицией, мы за протестующих или за Лукашенко, причем на уровне МИДа эта растерянность тоже была очевидна. Потом начали как-то формулировать позицию, но мне кажется, что и кандидаты до конца, непонятно, как это отразится на электоральных настроениях, то, как они растерянно себя вели в этом. А вот действительно, дело в том, что, как это, тост алкоголика, желаю, чтобы всем. Проблема в том, что все отчаянно, на мой взгляд, в том числе и в этих дебатах, очень боялись обидеть кого-то. Поэтому, если кто-то предлагает, а давайте там что-нибудь делаем для учителей, никто не хочет говорить, потому что учителей в Риге много. И этот кандидат боится, если я скажу, что нет, что я потеряю. И поэтому они все соглашались и были такие гладкие, как румяные, как колобок, без всяких задорин. Утопичность такая. И поэтому по любому информационному поводу, который впадал в этот предвыборный период, все старались не отсвечивать, чтобы никого, не дай бог, чухнув, не обидеть. Поэтому в этом есть определенность, что все-таки должна формироваться некоторая шершавость. То есть, что, собственно, почему? Некоторые группы делегируют своих представителей в некоторые органы, в парламенты или в местные самоуправления, для того, чтобы их голос был услышан. И они бы принимали участие в некоторых решениях. А если партия для всех, то есть, и для старых, и для молодых, и всех по национальности, и всех по республике, вообще, получается, что они очень гладкие, ничем друг друга не отличаются. В этом есть определенная проблема. Да, у нас сейчас на связи экс-мэр Риги Айварс Аксенок. Надевайте, пожалуйста, наушники. Да, уважаемые гости. Господин Аксенок, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Добрый вечер. Ну, как вы оцениваете все то, что происходит в этот день сегодняшний? Явка очень низкая. Говорят о том, что, сравнивая с 2017 годом, конечно, она гораздо ниже. Следите вообще за всем? Да, это, наверное, самое главное, которое меня удивляет, что очень низкая активность голосователей в этих выборах. Ну, и с чем вы ее, с чем можно ее объяснить, на ваш взгляд? Какие причины? Мне кажется, что рижане в течение полгода видели, что город живет, управляется достаточно нормально, вообще без думы. То есть временное. Немножко в шутку, да. Но, действительно, я думаю, что некоторые стали сомневаться, нужен ли нам это вообще, это рижская дума. Так что это может быть и так. А 60 мест, это не много ли для столичного самоуправления? Потому что в Сейме у нас 100, а в Рижской думе 60. Вот говорили о том, что можно было до 30 сократить. Об этом было много-много разговоров и ранние годы, что почему именно 60, почему не 30 или 40. Я думаю, это не имеет очень большого такого значения. Конечно, все решения принимаются больше по партийному принципу, да. И как там решается, в зависимости от голосов каждой партии решение принимается. Но я думаю, что это неплохо, что все-таки 60 человек, потому что каждый депутат, он все-таки вовлетен в работу Рижской думы, принимает участие в работе. И опять, получается, не просто голосование при принятии решений, а все-таки продуманные решения. Но если говорить о том, почему мы сегодня все идем на вырубку, ну, все, кто имеет право голоса, это потому что Рижская дума была разогнана. Вот на ваш взгляд, это все-таки было правильное решение со стороны Сейма поддержать инициативу Министерства регионального развития и разогнать думу? Или все-таки это было зря? Я думаю, что главное в этом было не решение Министерства, а главное было то, что практически Рижская дума уже не могла продолжать работу. Ну, мы помним, что никак не могли утвердить городской бюджет, ну, что является основой вообще всей работы всех отраслей Рижской думы, да. Постоянно менялись руководители Рижской думы. Это уже была ненормальная работа. Я думаю, чисто по логике это было хорошо, что все-таки дума была распущена и что сейчас происходит неочередный выбор. Ну, вот у нас сегодня в эфире был экс-мэр Риги Гундерс Бойерс, и он сказал, что за последние 10, ну, 15 лет, он сказал, Рига практически не сделала шагов в сторону развития. Вот как вы считаете, согласитесь ли вы с коллегой или нет? Нет, нет, я ни в коем случае не хочу с ним согласиться, потому что город развивается постоянно. Постоянно, мы, может быть, это и не так замечаем. Развивается и транспорт города, развиваются новые дома, строятся новые учреждения, новые жилые дома. А город развивается. Я в этом абсолютно не согласен. Ну, не зря говорят, Рига никогда не будет готова, да. Но город живет и не может никогда быть так, что все проблемы решены. И я не согласен также с тем, что надо, ну, каждая дума должна построить что-то огромное, что-то недвалое, да. Главное, дума должна заботиться, чтобы режима могла вот поможить. Ну, можно ли вообще, на ваш взгляд, что-то прогнозировать сейчас, если говорить про формирование, о дальнейшем коалиции, каких-то договоренностей? Потому что также у нас сегодня был депутат Сейма Мартинш Бондерс. Он сказал, что в понедельник, по его мнению, вот уже все можно будет увидеть, какой в политической сфере будет Рига находиться, какое направление, какая политическая среда. Вот как вам кажется? Насколько долго придется ждать? Ну, конечно, когда мы будем уже знать результаты, тогда уже более-менее мы сможем уже предусмотреть направление развития города. Но очень трудно результаты этих выборов, очень трудно предугадать сейчас именно по этой низкой активности, да. Поскольку все опросы, которые были до того, да, ну, они какое-то там соотношение показывали. Но именно вот эта низкая активность сможет принести всякий сюрприз. Да, спасибо вам. У нас на прямой связи был экс-мэр Риги, Айвер Аксен. Да, спасибо вам, что нашли время выйти к нам в эфир. Ну, вот такой комментарий действительно, наверное, остается только ждать экзит-пулов, чтобы как-то понять, что к чему. Потому что насчет сюрпризов говорят действительно многие, что вот сюрпризы нас ожидают. Да, мне кажется, здесь как раз аналогия, вот сказал наш гость о том, что в понедельник узнаем. Вы знаете, понедельник начинается в субботу, как мы помним у Стругацки. И вот я напомню, что у нас в гостях политический обозреватель, экс-депутат Сейма Юрий Соколовский и политолог Ева Быкова. Мы продолжаем наш разговор, продолжаем общение с нашими слушателями, в том числе они пишут по WhatsApp. И вот спрашивают наш слушатель Артур, бывали ли случаи, что неиспользованные бюллетени использовали для подтасовки голосов. Но вот когда говорят о фальсификациях выборов в Беларуси или, например, в России, для многих журналистов это такая очевидная вещь. Вот в Латвии ведь практически ничего подобного не было. Можно ли сказать о том, что у нас выборы всегда проходят честно? Нет, у нас были случаи, у нас даже были уголовные дела и даже… В Латгалии. В Латгалии, да, но это… Дело в том, что это достаточно сложно, да, то есть те вскрытые случаи были действительно в очень таком буквально семейном кругу, да, то есть в небольших вот этих пагастах и новодах. А в Риге это достаточно сложно сделать, потому что очень много людей смотрит на руки, да, то есть нет такого, что есть кто-то один, который там формирует эту комиссию, да, и каким-то образом может серьезно повлиять на него. Тем более, что риск достаточно большой. Для того, чтобы получить какой-то результат, им нужно очень сильное вмешательство, а не то, что там вкинуть один, два, три бюллетени. Это ничего не решает на одном избирательном участке. То есть система фальсификации должна быть очень сложной и на многих участках, но то количество людей, которые там участвуют, и в качестве наблюдателей, и в качестве членов избирательной комиссии, они, конечно, сводят эти риски до минимума. Но есть разные схемы, которые обсуждались, я помню, еще в Сейме обсуждались, например, разные схемы, которые используют, в том числе тогда для местных выборов. В частности, например, тогда обсуждался вопрос, что, например, фальсификаторы, которые делают, не фальсификаторы, да, то есть они говорят, например, с людьми, и давали им тогда, по-моему, по 10 латов. И при этом они не стояли и не проверяли, не проверяли на выходе, правильно ли этот человек проголосовал. Честное слово, да? Да, но когда этих людей потом полиция спрашивала, да, а не хотели, не думали вы о том, что вы можете проголосовать как-то иначе, но люди говорили, ну, я же честный человек, да, то есть я же взял 10 латов, да, и поэтому какое? То есть они понимают, что где-то 85% тех или 90% тех людей, и вот эта схема тоже такие работали, их очень трудно было делать. То есть есть определенные технологии, которые применяются во многих, там, всякие разные, вот эта система вот этих бригадиров, которые отвечают за какие-то участки, говорят, например, людьми, которым, например, нужны деньги или там нужна бутылка и так далее, да, то есть они могут, в принципе, такие вещи были, и нельзя исключать, такие вещи есть. Но насколько они влияют на, в целом исход на выборов, возможно, возможно, нет. Но, например, для того, чтобы наставить плюсиков определенному, определенному кандидату в определенном списке, возможно, да. Да, Ева? Я думаю, что эта система, которая на США сработает, она довольно, довольно, дрожь, безопасная, но если мы говорим о электронных выборах, то, конечно, это тоже один из рисков, почему все-таки мы не идем на электронное голосование, которое в той же Эстонии, потому что там уже рисков намного больше. Какие-то хакеры, какие-то манипуляции с датами и так далее. Но то, что, да, у нас в Латвии, во-первых, у нас есть действительно эти, которые наблюдатели, которые каждая политическая партия, которая идет на выборы, может делегировать своего человека, который будет наблюдать именно за происходящим в том, и в том же, и в то же время там и эти участки, из участков специальные люди, которые наблюдают. Так что, я думаю, у нас довольно хорошо все это проведено. Но и в этом году у нас, как я читала, не помню где, что некоторые участки забыли поставить печати на пред, ну, вот эти предыдущие дни, которые голосовали. И был вопрос, считать ли эти голоса как нормальные или все-таки нет. В итоге зачтут их. Да, зачтут, но все-таки вот это тоже как бы в какой-то мере может быть риском. Ну, конечно, как и повлияет ли это на результаты, это, конечно, такой очень интересный вопрос. Но я не думаю, что даже если бы было принято решение, что эти голоса не считаются, это было бы в пользу кого-то. Вряд ли. Так, между прочим, это один из факторов, почему в выборах надо участвовать и почему явка должна быть высокой. Потому что таким образом это очень сильно усложняется тем, кто пытается манипулировать и каким-то образом очень усложняется жизнь. Если приходят, например, как минимум две трети избирателей, то, например, этих манипуляций должно быть достаточно масштабно. Достаточно масштабно, это уже рискованно. И поэтому, чем больше людей приходит на выборы, тем меньше, в принципе, риск, что эти выборы будут фальсифицированы. То есть, если говорить о пустых конвертах, они ведь тоже могут быть перераспределены в пользу тех партий, которые проходят? Пустые не могут, но то, что я думаю, один из вариантов, где можно как-то фальсифицировать, это если люди не пришли, не расписались сами, то кто-то может быть в каких-то условиях проголосовать вместо того человека, который не пришел. Вот это один такой риск. Если действительно комиссия ничего не видит и вообще этот участок где-то, где за ним не наблюдает, ну это может быть, что, например, какой-то Янс Берзинч или кто-то еще не пришел, кто-то из комиссии расписался и как бы проголосовал вместо него. Но это единственная, где я вижу какую-то возможность манипуляции. Ну это действительно, ну тогда надо идти, если ты пойдешь и в твоей графе уже кто-то расписался, то все тогда, тогда мы можем говорить насчет фальсификации. То есть пустой конверт скорее он увеличивает, фактически увеличивает барьер, что выгодно, возможно, для каких-то более крупных и популярных партий. Нет, этот голос, если это пустой конверт или конверт, где два списка, его просто не считают. То есть его вычитают или каким-то образом он испорчен. Да, то этот бюджет просто вообще не считается. Это так же, как человек бы не пришел. Вот меня еще один вопрос интересует. Всегда, на самом деле, на выборах появляются такие микропартии, о которых никто ничего не знает. Но, тем не менее, они всегда есть. И, в общем-то, наверное, люди, которые их создают, они понимают, что шанс преодолеть 5-процентный барьер или, там, если мы говорим о сеймовских выборах, получить 2% и госфинансирование тоже невелик. Вот эти партии, они для чего создаются? Я даже наблюдала, что это не новые партии. Они все время делают ребрендинг. Потому что вот есть некоторые кандидаты, которые и не только на самоуправление, они также идут в СЕМ и даже на Евросоюз. Так что есть некоторые списки, которые меняют название, и ты смотришь, что опять те, которые уже год никуда не попадают, они идут, идут, идут. Но то, что новые партии создаются, ну, я думаю, хотя бы у нас есть два примера. Это вот одна, это партия из АУКСМА, которая входит в объединение АТИСТ и БАЙПАР. Это тоже была маленькая партия, но теперь она объединилась, выросла, и у них есть и даже руководитель одной комиссии и так далее. И также прогрессиви, это тоже в какой-то мере молодая партия. И, конечно, они произошли от того, что отделились от социал-демократов, и потом у них было только бедри, и потом они себя регистрировали как партия. Но это они действительно идут, чтобы пойти за этой властью. Но, конечно, есть те, которые вот эти микропартии, которые существуют, и я даже не понимаю для чего. Но одна из этих микропартий и была из тех, которые подавали на монобаунс на распуск СЕЙМА. Так что какая-то логика, какая-то мотивация у этих людей есть работать. Но если мы рассматриваем, например, новое согласие, потому что это старые игроки, которые вот часто перерегистрируют свои названия и часто ловят хайп, как сейчас говорят. Это Юрий Журавлёв, владелец радиопик, который вот в таких разных ипостасях выступает. Вот как раз ведь популярна достаточно теория о том, что такие партии создаются для того, чтобы оттянуть голоса у лидеров. Например, новое согласие наверняка что-то заберёт у старого согласия. Я не думаю, что это вот этот случай, когда там действительно их собственная инициатива, потому что они действительно ищут какие-то возможности каким-то образом поймать вот эту волну, потому что на самом деле тот же самый Юрий Журавлёв один раз ему это удалось. Он был в Думе, да? Он был в Думе, по-моему, получили 8 мест. Он был в правящей коалиции. С тех пор он пытается раз за разом повторить вот этот успех. И я полностью согласен, что эти маленькие партии, то есть исключением тех партий одного-двух таких странных людей, они пытаются каким-то образом увеличить свою узнаваемость. Сразу это очень трудно сделать, если нет каких-то ресурсов или узнаваемых людей. Поэтому надо периодически появляться, потом действительно поймать какую-то коалицию. А для чего нужно, например, партиям, которые присутствуют в парламенте и вот на этом политическом поле достаточно долго? Потому что если ты долго существуешь на этом политическом поле, начинает надоедать, приедаться, да? Ты кого-то уже начинаешь обижать. И, в принципе, нужно каждый раз делать ребрендинг, освежаться. И поэтому, например, то же самое «Единство» множество раз это делаю. Она поглощала потенциальных и конкурентов, и те, которые могли бы принести один-два голоса. То есть ей там происходит некое поглощение, а потом некоторое освежение. Что это не такое новое что-то, не то, что совсем новое, но освеженное, с проснутой водой в духовке, уже мягкое. То есть несмотря на то, что уже зачерствило три раза. То же самое делает сейчас объединение пар. Берет новую кровь прогрессивных, несмотря на то, что они получили 2-3%, но у них растущие акции, они популярны среди молодежи. То есть они фактически немножечко так вампирят. То есть берут и, естественно, тут вопрос о том, что это, в принципе, во многих случаях это симбиоз. То есть старые партии, они освежаются и дают, а новым партиям это получается такой вот трамплин для того, чтобы войти в высшую лигу. Ну что ж, пора нам заканчивать этот час. Благодарим вас за то, что вы пришли. С нами была политолог Ева Бикова. Спасибо вам и политический обозреватель Юрий Соколовский. Спасибо, что вы пришли. Мы продолжим. Уважаемые радиослушатели, вы оставайтесь с нами. Напомню, что нам можно звонить 672-12-93-9, 672-13-93-9. В следующем часе у нас руководитель Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...